Музыка Какой смысл в этих словах для вас? Ой, не знаю какой. Она всегда поет эту песню и плачет. Ну что, действительно, миха, жизнь прошла. Восемьдесят пять лет, и вроде она прошла за минуту. Вот какой смысл. Признаюсь честно, этим фрагментом поначалу мы хотели завершить программу, но потом решили, это будет неправильно по отношению к нашей героине. Может, как ей показалось, жизнь пролетела за одну минуту, может, и на самом деле это всего лишь миг. Но какой? Ведь у каждого он тоже разный. А ее жизнь столько всего яркого вместила, о чем мы и решили поговорить накануне ее 85-летия. Кстати, вопрос возраста оговорили сразу. Его упоминать можно. Возраст никто не скрывает. Когда вы мне сегодня сказали, что ей не восемьдесят, а восемьдесят пять, а я почему-то считала восемьдесят, я, конечно, была безумно удивлена тому, что человек сохраняет бодрость духа, человек сохраняет трезвость мышления, вот, помнит очень многое. Это, конечно, живость души. Не возраст, а душа определяет молодость человека. Вот, поэтому для нас, Раиса Тимофеевна, вот именно образец руководителя, способного создавать атмосферу дружбы, взаимопонимания, взаимовыручки и умения взращивать таланты. В далеком 36-м году Раису Паждину приняли в пионеры. Так началось ее активное пионерское детство. Пионерский галстук, который бережно хранит уже не один десяток лет, никогда не был просто простым символом пионерской атрибутики. Это часть души. Точно так же, как впоследствии работы с детьми стала потребностью, а не просто исполнением своих обязанностей. И так пионерка получает свое первое пионерское задание. Первое задание было нам обучить грамоте своих родителей. И мы, пионеры, учили их читать и писать. Это первое задание, я помню. Вы его выполнили? Выполнили. Вы лично? Да, я свою маму научила расписываться и читать по слогам. В те времена задания, которые получали пионеры, были по большей части такого хозяйственного значения. Собирали на полях колоски, вязали и таскали снопы. В годы войны уже комсомолка и активистка Раиса Паждина вместе с серым комсомольским билетом получает, как и многие другие, еще один наказ. Все для фронта, все для победы. Мы, школьники, вязали носки, вязали варежки, вязали, шили кесеты, набивали эти кесеты табаком, писали теплые письма и отправляли на фронт. И оттуда получали благодарственные письма. Мы им писали, как мы учимся, что мы делаем, что мы вам помогаем бить врагов, принимаем участие в уборке урожая комсомольцы. Вот это мы им писали. Но мы в основном писали тем ребятам, которые ушли из нашей деревни на фронт. Совсем юной закончила педагогическое училище, работала воспитателем в детском доме, потом старший пионервожатый, учителем начальных классов. Почетная пионерка и почетная комсомолка города посвятила всю свою жизнь самому гуманному делу воспитанию детей, чужих и своих. Две дочери и сын, несмотря на всю занятость мамы, никогда не ощущали себя без ее внимания. Все просто. Они вместе участвовали во всех делах, пионерских и комсомольских, которым организовывала их мама. Взрослые дети, которые уже сами воспитывают детей, всегда отмечают ее активную жизненную позицию. Она всегда именно в курсе всех политических событий страны. Относится к этому не как вот относятся бабушки на скамеечке, так вот осуждая молодежь, критикуя, и все было раньше лучше. Нет, достаточно так вот анализирует. Если мы по каким-то причинам, например, пропустили там послание президента или какое-то общение там такое вот онлайн по телевидению, ну, во-первых, мы получаем нагоняй, почему пропустили, почему не знаете, а во-вторых, тезисно, коротко, мы получаем полную информацию, и потом, если я на повторе смотрю, это все совпадает. Вот именно основные позиции, по которым собирается развиваться страна, она является активным читателем вот нашей местной газеты. И если вот по каким-то причинам мы там какую-то статью не прочитали, мы обязательно должны быть тоже в курсе. Вы живете в этом городе, как это вы не в курсе событий, да? Она по-прежнему остается, ну, директором, но уже нашей семьи. Вот я вот так сказала, что никакие основные такие решения, события не происходят без ее участия. Внукам обязательно нужно получить ее одобрение, и даже нам, взрослым, уже будучи, ну, людям, которые уже стоят крепко на ногах, мы обязательно обращаемся к ней, и она дает свою оценку, и по-прежнему даже, можно сказать, ну, ждем ее оценки, и побаиваемся, что вдруг не одобрит что-то. Ну, в хорошем смысле, конечно. Она такой человек, она в любое время, она современник. Понимаете, она... Ну, а почему она современник? Потому что у нее, вот именно воспитание, у нее чувство прекрасного, очень выработано, и поэтому она сразу же схватывает фальшь какую-то, где плохо, и она об этом скажет. Она не боялась сказать правду любому человеку, но это все на основе вот того воспитания, которое в ней заложено. Это не вызывало такой негативной реакции, это, скажем так, была позитивная критика. Это позволяло людям, если они совершали какие-то неправильные поступки, вовремя подкорректировать свое поведение, потому что ведь все работают с детьми. Ну, потому что она делала это тактично, потому что понимали, что она хочет именно исправить что-то положительное для человека, поэтому никто не обижался. В 1961 году она была назначена директором городского дома пионеров. Руководила этим заведением на протяжении 22 лет. Она инициировала туристические слеты и походы. Под ее руководством в доме пионеров открывались кружки, рукоделия, киномехаников, танцевальный, хоровой, лепки, кройки и шитья. Она организовывала первые городские пионерские парады, первые в городе КВН. Конечно, рядом с ней была команда. Люди добрые, отзывчивые, целеустремленные энтузиасты, подобные ей, влюбленные в неповторимый мир детства. С ней всегда хорошо работать. Достаточно было, ведь работа плановая. У них, как говорится, в доме пионеров, в своем коллективе тоже должны идти какие-то дела согласно плану. А сколько вне плановых мероприятий вдруг возникало, которые нужно было делать. И ни разу за все время, за 7 лет я не услышала, это мы не можем, мы не сможем, это не наше, это вы придумали, там ли еще что-либо, ни разу. Мария Рыбалкина уже много позже стала коллегой Раисы Тимофеевны, когда начала работать в горкоме Комсомола инструктором школьного отдела. Задолго до этого была простой пионеркой, школьницей и вместе со своими братьями с удовольствием посещала любимый дом пионеров, в котором директорствовала Раиса Паждина. Очень уютно, очень тепло, очень по-домашнему тепло. Вот я ходила, значит, кружок массовиков за тени, потом кукольный кружок и школа отрядного вожатого. Это вот, значит, Носкова у нас вела. Брат у меня ходил в фотокружок, второй брат ходил в кружок выпиливания и выжигания. И вот, вы понимаете, приходились, я у меня в детских петлини, но как очень теплый дом, домик, куда ты приходишь, как домой, ну, как домой, может быть, как к родным людям. Вот очень тепло было, очень чистенько, все сверкало, все вот, все так, много цветов. И такие люди, которые работали, они вот преданы были своему делу, понимаете, вот они работали, по-моему, не за деньги, а вот ради нас, ради нас детей, потому что столько ребят посвящали вот дом пионеров. Оптимист по жизни, требовательная и в то же время очень душевная, так отзывается о своем бывшем руководителе Лилия Пряхина по просьбе Паждиной. Она возглавила в доме пионеров группу «Поиск». На протяжении многих лет группа собрала много исторически ценного материала, что и послужило основой для открытия в доме пионеров музея, который имеет лицензию и полное право называться историческим музеем. Я очень счастлива, что мне повезло, что я встретила в самом начале своего вот такого вот пути именно Раису Тимофеевну. Я очень ей благодарна, и сейчас я вот, несмотря на то, что вот, ну бывает иногда вот так вот приглашают сюда в доме пионеров, и получается так, что вот идти, не идти. Потом, если Раиса Тимофеевна говорит, что она придет, значит, я все отметаю, потому что вот я по жизни, ну, наверное, не такой уж оптимист, как она, и когда я вижу, что в 20 лет между нами разница, у нее, вот ей сейчас 85, мне 65, поэтому я думаю, боже мой, ведь она же на 20 лет еще меня старше, поэтому я иду, иду. И вот это все, наверное, говорит об этом человеке. Замечательный, прекрасный человек, ну, я не знаю, по-моему, даже, ну, не бывают, наверное, такие люди. Это человек оптимист, это человек патриот большой, это человек, в общем, ну, с большой буквы. В 50-е и 60-е годы делу молодежи, в том числе у школьников, был непочатый край. Работы на городских стройках, закладывались скверы и парки, озеленяли улицы и дворы, сооружали цветники. Всегда с детьми, обязательно им нужно что-то сделать новое, интересное, чтобы их захватило. Раньше ведь не было ни телевизора, ни компьютера. Значит, надо, ребят, чем-то улечь. Ольга Звягинцева хорошо помнит тот день, когда в 77-м году пришла в кабинет к директору Дома пионеров на собеседование, устраивалась работать методистом. Ольга является педагогом уже с большим стажем работы и говорит, что опыт от совместной работы с Раисой Тимофеевной Паждиной получила огромный. Вот именно опыт, умение работать с творческими людьми, это очень сложно, потому что, когда рядом с тобой творческие люди, они каждая индивидуальность, они каждая личность со своими амбициями, со своим видением личностным. Вот есть категория руководителей, которые сами любят быть лидерами и окружают себя людьми, которые, может быть, не столь достойны того, чтобы быть в подчинении, а им выгодно, потому что они на их фоне блистают. Вот Раиса Тимофеевна, это человек, которая умела работать с личностями неординарными, с личностями творческими. Ну, если она взрастила Елизавету Михайловну Савочкину, которая потом стала директором Дома пионеров, это о многом говорит, и вот она умела замечать эти лидерские качества у других и умела быть незаметной в то время, как она все-таки именно ведь от нее зависело принятие решения, от нее зависело быть этому или не быть, но она доверяла, она позволяла творчески работать, не контролируя каждый шаг, не контролируя каждое движение, но умела так неназойливо, умела так по-доброму, умела так по-домашнему, как, наверное, это делает мама, ведь все равно в семье руководит всем мама, но делает это очень по-доброму незаметно. Вот Раиса Тимофеевна именно такой человек. В 1982 году на смену Раисы Тимофеевны Паждиной пришла молодая и энергичная Елизавета Савочкина, но прежде чем стать директором, пять лет отработала под ее руководством. Раиса Тимофеевна, она, понимаете, была такой руководитель, с которым нужно брать пример, она незаметна, скромна, но по-деловому, по-нужному направляла работу, нашу работу, в то русло, которое было необходимо, ну, в то время и политические, допустим, вопросы, которые решались и так далее. Ведь на тот период, то, что городской пионерский штаб вышел с инициативой строительства нового здания на самого Михаила Сергеевича Горбачева, она была очень авторитетным, она была очень современным, прогрессивным человеком и всегда молододушевой. Она всегда любую инициативу поддерживала, надо, делаем. Если что-то не так, она в нужный момент была всегда рядом. И вот я благодарна ей за то, что она меня научила ценить людей, ценить за их работу, за их качество, которое есть, уважать этих людей, уважать их труд, потому что этот труд, он очень кропотливый, с детьми, он так необходимый был. И она научила меня сохранять все то, что было сделано ими, опыт этих людей, традиции этого коллектива. Вот я ей благодарна. Я ей благодарна за то, что она в трудную минуту меня поддержала, поверила в меня. И я хочу пожелать этому хорошему, прекрасному, всегда молодой душой человеку хорошего здоровья на многие годы. Вы никогда не тоскуете за тем временем? Бывает такое? Я тоскую, когда остаюсь одна дома и думаю, ой, снять бы мне несколько лет, сейчас бы пошла в дом пионеров. В этом году пионерская организация отмечает свое 90-летие. В заключении встречи Раиса Тимофеевна Паждина с присущим, только ей оптимизмом, пригласила нас в гости отметить 100-летие пионерии. Мы пообещали, а обещания надо выполнять. Если жизнь – это миг, то 10 лет, наверное, точно всего одно мгновение, которое пролетит очень быстро. На 100-летие пионерской организации приходите ко мне в гости. Вот так. ПЕСНЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Свети в кострами и синие ночи, мы пионеры, дети, рабочие, близится эра светлых годов. Клиц пионера всегда будь готов. ПЕСНЯ ПЕСНЯ